Здравствуйте, с вами Ломонос Федор. Сегодня мы поговорим о таком вредителе, как крот, и как изгнать этого вредителя со своего участка. Речь пойдет, конечно, об экологически чистых способах. Ведь способов существует сотни, и каждый автор убеждает всех, что это очень экологично, что это очень надежно, что это вот так изгоняет. Ну, это как бы и правда, и неправда. Почему неправда? Потому что крот – это такое млекопитающееся животное, значит, которое, если попадает на участок, он вредит основательно. А если это самка, значит, ущерб будет еще больше. Почему? Потому что она два раза в год приводит детенышей. И в каждом помете, ну, обычно бывает 5-7, но бывает и до 9 детенышей. То есть 9 маленьких кротиков рождаются, и вся эта семейка хочет кушать. Значит, крот съедает где-то в 2-3 раза больше своего веса. Весит он где-то 100-130 грамм, а в 2-3 раза съедает больше. Ну и что он съедает? Он, конечно, питается дождевыми червями, различными, ну, и проволожника съест, и хруща съест в земле. Но дождевые черви – вот основное питание вашего крота. И чем ближе ваш участок находится где-то к лесу, где-то к зарослям трав, тем больше вероятность, что крот придет на ваш участок. Потому что плодородная почва, обилие дождевых червей – вот то, что надо кроту. Ну и добавок, крот такое животное, как вы знаете тоже по биологии, что оно даже не спит и зимой. Точно так же зимой, он просто опускается в более низкие слои почвы, но он все равно питается, он не упадает в спячку. Так вот, уже давно все борются с кротом, и сами понимаете, ущерб почему. Ну, кто-то сказал полезно, рыхлит градки. Но я думаю, почвы мало, если ваши градки приподняты, земля приподняты, растения сохнут. И вы, если приезжаете в неделю, вы просто в разочаровании разводите руками, потому что ваш труд пропал. Это раз. Во-вторых, дождевые черви, то нам создают как бы структуру почвы, они удобряют почву пролитыми своими отложениями. Поэтому он как бы портит и плодородие почвы. Самые способы, которые крота можно изгнать с участка, можно жить на две. Есть кардинальные. Кардинальные способы, это такие, которые как бы уже, мы гибель, встраиваем кроту гибель. Как мы можем устроить, это делается очень просто. Сейчас продаются различные капканы для крота разной конструкции. Так вот, значит, смотрим, где новые норки, где вот такие новые холмики земли высыпанные свежие, раскапываем. Ну, как бы каждый ход кончается, два раза идут, два хода уходят. И ставим в капкан. Ставим в капкан и потом смотрим за этими капканами. Смотрим и раз в неделю капканы проверяем. Значит, у крота длина может быть несколько километров ходу, но рано или поздно он пробегает по всем ходам. Он проверяет, ну, поступает ли воздух, не засорилось ничто и чистит как бы свои ходы. Поэтому он попадает в капкан. Это кардинальный способ, чтобы избавиться от крота вывести со своего участка. Есть способы другие, что можно просто отпугнуть, чтобы крот не посещал ваш участок. Я в своем опыте пера пробовал очень многие. И керосин смачивал, и аммиак трапки смачивал. Но не забываем, что и керосин, и аммиак, трапки смоченные в почве, они как бы губят других почвенных обитателей. Те же дождевых червей, других микробы губят они. Поэтому это как бы экологически не оправданно, потому что мы градки меняем, эти трапки выпахиваются наверх. Совершенно случайно я открыл для себя очень интересное явление. Во всех участках растет такое растение, которое называется шистотел. Оно растет, если нет у вас на участке, значит вы где-то на обочине его видели, вот только так. Я не знаю сам процесс, как это происходит, почему это происходит. Но стоит набрать шистотила, вот именно такого, с цветом, с корнями, порубить мелко-мелко, раскопать норки крота и заложить. Они почве сгнивают как бы, это органическое удобрение для почвы. Но почему-то не знаю, крот начинает быстро покидать участок. Чем больше вы заложите вот таких вот приманок, как бы на этой приманке, это отпугиватели для крота, чем вы больше их заложите в эти кротовые как бы холмики, тем быстрее крот покинет ваш участок. Так что запомнили способ, очень простой. Берем траву с корнями, мелко-мелко рубим, у ведро в ведро, идем, есть кротовый холмик раскапиваем, запихиваем шистотел. Следующий, следующий, у нас и почва удобрается, как бы оно сгнивает же потом в земле, как лыске чисто и крот уйдет с вашего участка. Так что советую, чтобы от крота вам было поменьше вреда и вы избавились от этого назойливого млекопитающего на своем участке. Смотрите наши ролики, лайкайте и пользуйтесь нашими советами.